В эфире служба новостей Саров, 24 студии, Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Сколько будем платить за воду? Депутаты обсуждают рост коммунальных тарифов. Дорога безопасности. Сотрудники ГИБДД провели рейд в рамках профилактической акции. А Россия с любовью. Саровские гимназисты стали победителями межрегионального чемпионата по развитию внутреннего туризма. Далее расскажем обо всем подробно. Поднять тариф на водоснабжение на 13%, на водоотведение на 11% с 1 июля 2020 года. Таким образом, общая сумма в платежке увеличится в среднем на 6,5%. С таким предложением администрация города вышла к депутатам. Ежегодно в середине лета коммунальные платежи возрастают, исходя из индекса потребительских цен. Именно такой шаг роста, как правило, устанавливает глава региона. В 2020 году он составит 3,9%. Но муниципалитеты могут обратиться к губернатору с предложением о превышении этого предельного индекса роста. В администрации, опираясь на намерение частного консессионера по росту тарифов на водоснабжение и водоотведение, и намерение обеспечения РФАЦНЕФ по горячему водоснабжению и теплоснабжению, разработали проект решения с тарифной сеткой на ближайшие 5 лет. В 2020 году предполагается рост по водоснабжению на 113%, по водоотведению на 111%. Это той цифре, которая будет действовать к концу 2019 года. Дальше. 2021 год. 118% водоснабжения, 108,9% водоотведения, 107% ГВС, 107% отопления, все остальные росты тарифов в соответствии с индексами, которые прогноз Российской Федерации содержит. 2022 год. 21,8% водоснабжения, 6,7% водоотведения, все остальные в рамках установленных ростов по прогнозу. Водоснабжение. 2023 год. 128,8% водоотведения, 6%, 24,110% и там, и там, и 25,110% и там, и там. Предложения консессионера по ростам, превышающим отклонения от установленного норматива, на этом заканчиваются. Дальше, согласно той модели, которую предложил частный консессионер, ну, скажем так, частный инициатор, роста соответствует индексу потребительских цен. Если депутаты поддерживают проект решения, предложение о превышении предельного индекса роста тарифов уходит к губернатору. Далее глава региона может принять или отклонить от предложения. Впрочем, у депутатов пока нет конкретного решения по вопросу. Народные избранники отметили, что консессионное соглашение еще не принято, и обсуждать рост тарифов в его рамках рано. Тем не менее, в РСТ ждут предложения от муниципалитетов до 1 сентября. Обсуждение вопроса продолжится на ближайших заседаниях домских комитетов. К другим новостям. В течение этой недели в нашем городе и по всей области проводится профилактическая акция «Дорога безопасности». Она направлена на снижение детского дорожно-транспортного травматизма и числа аварий с участием несовершеннолетних. Сотрудники госавтоинспекции уделяют большое внимание в выявлении нарушений правил перехода проезжей части, в том числе детьми, пешеходами и велосипедистами. На рейде стражей дорог побывала наша съемочная группа. С начала текущего года в Сарове зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с детьми. Операция «Пешеходный переход» призвана напомнить горожанам, что важно соблюдать правила дорожного движения и переходить улицу только в разрешенных местах. Чаще всего страдают на дорогах, конечно, это пешеходы. В этом году 8 ДТП таких зарегистрировано. 8 пешеходов пострадало, в том числе, когда водитель на пешеходном переходе не уступил дорогу ребенку, который по нему переходил. Особое внимание уделяли любителям покататься на велосипеде. Этот вид транспорта становится популярнее летом, но многие забывают, что велосипедисты – такие же участники дорожного движения, как водители и пешеходы. А значит, нужно слезать с двухколесного транспорта перед переходом через дорогу. 11-летний Влад, в отличие от многих взрослых, всегда соблюдает это правило. Велосипед везти, но нельзя на нем ехать. Потом нужно переходить по пешеходному переходу, если нет машин. Сотрудники ГИБДД также напомнили водителям о правилах перевозки детей и проверили автомобили на наличие удерживающих устройств. В некоторых случаях родители сажают ребенка в автокресло, но не пристегивают ремни, и безопасность маленького пассажира оказывается под угрозой. Инспекторы останавливали нарушителей, проводили беседы и составляли соответствующие протоколы. Сотрудники госавтоинспекции настоятельно просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и уважать друг друга, особенно когда дело касается жизни и здоровья детей. Саровчане могут поучаствовать в программе «Жилье для нижгородской семьи». Горожане, относящиеся к одной из 27 социально значимых категорий, могут приобрести жилье в новостройке в городе Кстове по цене 39 тысяч рублей за квадратный метр. Участие в этой программе может быть совмещено с получением субсидий, выезжающим из-за то на постоянное место жительства. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-77-51. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Федеральная налоговая служба запустила на своем сайте специальную страницу, которая призвана помочь гражданам получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Перейдя по ссылке, можно узнать, что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло, как узнать об указанных уведомлений о налоговых ставках и льготах. Также на промо-странице можно посмотреть видеоролики о правилах применения вычета по земельному налогу, льготах для многодетных семей, налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налогов. Саров выиграл грант в размере 1 миллиона рублей. Напомним, наш город участвовал в конкурсе на лучший видеоролик о выпускном, который проходил в рамках проекта «Школа Росатова». Победителя определяли по результатам зрительского голосования и мнения членов жюри. При подведении итогов конкурсная комиссия назвала ролик Сарова о праздновании выпускного бала лучшим среди городов присутствия атомной отрасли. Благодаря этому успеху наш город получит грант в 1 миллион рублей на проведение праздника, приуроченного ко дню знаний. На танцевальной площадке парка культуры отдыха имени Зернова продолжает работу летний кинотеатр под открытым небом. Следующий показ пройдет в пятницу 12 июля. В 20.30 стартует детская программа, а по окончании взрослая. Гости кинотеатра смогут насладиться фильмами, разместившись на комфортных креслах-мешках и скамейках с мягкими подушками. Саровчане стали победителями межрегионального чемпионата по развитию внутреннего туризма «Айла в Раша». Ученики 2-й гимназии представили проект «Историческая ценность и достопримечательности Сарова» на немецком и французском языках. Участники конкурса смогли в творческой форме выразить любовь к родному краю и внесли свой вклад в развитие внутреннего и въездного туризма. Лучшей работой межрегионального чемпионата станут частью фильма для гостей нашей страны. Посетить закрытый город иностранцам вряд ли удастся, но с помощью ролика туристы из других стран да и жители России смогут побольше узнать о достопримечательностях Сарова. Для школьников участие в конкурсе – это хорошая языковая практика и возможность проявить свои творческие способности. Рассказывали мы про историю города Саров, про Серафима Саровского. Мы затронули историческую часть города, то есть это все храмы, ну, большинство, по крайней мере. Мы рассказывали о том, что находится в нашем городе, о том, что здесь сочетается как бы как и наука, а также и церковь и православие. Готовиться к конкурс ученики второй гимназии начали еще в январе. Они выбрали номинацию «Историческая ценность» и «Досопримечательность города». Как призналась Настя, поначалу было трудно. Она озвучила ролик на французском языке и столкнулась с множеством новых слов, которые еще не изучала. Были сложности в произношении некоторых слов, потому что были незнакомые слова, но с учительницей нашей она меня подготовила и в дальнейшем сложности не возникло. По итогам конкурса проект Саровская команда занял первое место в своей номинации. Для девочек это первый опыт участия в международном конкурсе. Как они признались, было очень волнительно защищать свой проект перед членами жюри в финале. На самом деле сначала было как-то не по себе, может быть, потому что все было новое, но впечатления у меня остались положительные, мне все очень понравилось, понравилось наблюдать за другими участниками. Финалом чемпионата станет общий фильм о красоте и величии нашей страны. Ролик станет для иностранных гостей визитной карточкой городов-участников конкурса. Это даст каждому региону возможность привлечь туристов из других стран и путешественников россиян. В зале центральной в городской библиотеке имени Майковского открылась выставка рукодельниц из объединения «Саровский стиль». Работа выполнена в технике грунтованный текстиль. На создание куклы у мастера может уйти от одного до двух месяцев. Главная часть новой экспозиции посвящена знаменитому произведению Рюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». Подробности в следующем репортаже. На создание яркого и романтичного шляпника рукодельницу Светлану Шевченко вдохновила картина Тима Бертона «Алиса в стране чудес». Светлана позаимствовала у персонажа фильма основные элементы образа, но наделила его своим характером. Там настолько был образ создан близкий мне, именно абсолютно сумасшедшие волосы. Может быть не такой сумасшедший взгляд здесь, и не такая улыбка, но он очень близок. Шляпник появился на свет достаточно быстро. Он, как и все работы, представленные на выставке, относится к типу «Интерьерная кукла». Ими будет сложно играть, рассказывают мастерицы. Но такие куклы удачно впишутся в интерьер и украсят любую комнату. Он как затребовал материалов, так он их очень быстро и получал. Работа шла вместе на тандеме. Я и он. Он мне помогал. Вот как не покажется, это странно. Все куклы на выставке выполнены в технике грунтованный текстиль. Каждый персонаж – это практически ювелирная работа. Рукодельницы прорабатывают все детали до самых мелочей. Будь то клон на шее, брошь или заколка в волосах. На начальном этапе создания куклы, когда до деталей и аксессуаров еще далеко, за основу берется простая и известная всем ткань бязь. Все очень просто. Берется выкройка, все это раскраивается, сшивается, потом набивается определенным образом. Потом грунтуется игрушка определенным составом. Каждый мастер со временем выбирает свой, находит состав под себя. А потом уже идет роспись. Акрилом, акварелью или восковыми карандашами рукодельницы рисуют черты лица и мельчайшие детали, создавая тем самым неповторимый характер и настроение. Спустя месяцы кропотливой работы на свет появляется мечтательная Алиса, загадочная гусеница и другие сказочные герои. Работы саровских рукодельниц пробудут в библиотеке до конца июля. В детской библиотеке Мини-Пушкино проходит очередной сезон летнего проекта под названием НЛО. Раз в неделю, каждую среду, научная лаборатория открытий приглашает ребят на увлекательные занятия. Очередная встреча в рамках проекта была посвящена бумаге. Ребята сумели оценить важность этого материала, его необычные свойства и нашли мы немало применений. О необычных летних открытиях юных читателей расскажем в следующем репортаже. Кто и когда изобрел бумагу? Что раньше использовали вместо нее? И где она применяется? На эти и другие вопросы искали ответы читатели библиотеки имени Пушкина. Юные всезнайки проявили свою смекалку и умения, а также узнали много нового о привычном на первый взгляд материале. Применение бумаги, опыты делали самые разнообразные с бумагой, дарили бумаге вторую жизнь, то есть мастерили из использованных журналов, из газет, что-то делали по нам, делали кулечки. Дети разделились на команды и приступили к заданиям. На каждой станции они совершали небольшие открытия. Ребятам на практике показали необычные свойства бумаги и рассказали, где и как можно применить этот материал. Проводили опыты с бумагой и узнавали про нее что-то новое. Узнали, что бумага боится воды, острых предметов, огня. Активный любознательный Влад Гиньков не пропускает ни одного занятия в библиотеке и каждый раз старается узнать что-то новое. Самой интересной для него оказалась площадка, где ребята делали из старой и ненужной бумаги полезные вещи. Из газеты, которая уже использована была, не напечатаны были всякие новости. Мы давали ей вторую жизнь, делали из нее кульки, панамы и подобные вещи. После прохождения всех станций участники собрались в актовом зале, где каждая команда поделилась своими открытиями с остальными. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру, а мед свежего урожая с лакоэшками ценится особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать в Центре культуры и досуговнеев. На этой неделе там проходит ярмарка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками, но любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Дворце культуры и досуговнеев. С 12 по 14 июля там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловые лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовой феерии» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта меда можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовой феерии» работает во Дворце культуры «Досуга в Нев» с 12 по 14 июля с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей.